Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболу Т.Жизни, и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Сегодня у нас интересный матч, сразу же начинается. Это у нас Мадридский Реал 1-2 Кубка Испании. У нас будет еще и ответный матч. Вот, сегодня мы играем. Я даже не посмотрел, где мы сначала играем. Значит, на выезде мы сначала играем, но посмотрим, как. Мы обыгрывали Мадридский Реал уже за этот сезон два раза. Правда, минимально 1-0, так что это будет опасно. Вот так, сейчас в двухматчевом противостоянии играть против Реала. Ну, а потом у нас идет вот прям такой вот расслабончик Хитафи и Эйбар. Но потом уже будет у нас прям жарко, потому что Наполи, Реал и Реал, так что следующий выпуск действительно стоит ждать. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. Они выходят у нас, по крайней мере, сейчас, каждый день. Прям марафон такой идет у нас. Идем мы на пресс-конференцию. Итак, впереди матч против Реала. Мы обыграем их в сухую. Мы дважды, между прочим, обыгрывали. Нас это мотивирует. И можем играть еще лучше. Все. Все прям такие острые, громкие фразы мы сказали. Ну и все. Вот он наш состав. На сегодняшний матч, я так смотрю, никто вот умтите только может встать. Но если только рейтинг у него повысится, а так и других прям игроков. Де Йонг, кстати, вот. Он, правда, устал. Ну, давайте, давайте. Де Йонга мы поставим в первый состав. Сауль у нас 8-6. Будет играть теперь во втором. Вот, посмотрим, как он. Потому что я попробую немного расформировать вот эту связку. Гризман, Сауль. Посмотрим, как Де Йонг будет с Гризманом играть. И посмотрим, как Сауль поиграет с Миранчуком, Артуром в полузащите. Де Йонг уставший, конечно, но ничего не поделаешь. Все-таки это матч против Реала. Мне кажется, Де Йонгу будет приятно сыграть. Мы будем играть в домашнем. Вообще без разницы на снатягу Барнабеу вроде играем, да. Расстановку увидите на своих экранах. Поехали. Итак, очередной матч у нас уже, получается, третий с мадридским Реалом за этот сезон. Это всегда замечательно. Очередной Эль Классика. Нам еще точно играть ответную игру в Кубке Испании. И играть также, если я ничего не путаю, ответную в чемпионате Испании. Но это еще долго. Замечательный перформанс от болельщиков мадридского Реала. Ну и все. Готовятся игроки Реала и Барселоны. Замечательный стадион. Поехали. Прочитал и отбил удар этот мяч на угловой. Бэйл подает. Нет. Все-таки забивает Серкио Рамос с углового. Где-то мы это уже видели. Финал Лиги Чемпионов головой. Ну ладно. Обидно, конечно. Вроде как игра была равна. Но забивает Рамос на 80-й минуте. Первое наше поражение от болельщиков Реала за сезон. Проигрываем также минимально. Это обидно, конечно. Но у нас есть еще время сыграть дома. Но главное не пропускать. Вот вы посмотрите на яркие моменты матча. Почему-то самый первый. То есть 79-я минута. Ну да ладно. Да, где-то по игре действительно по ударам равное. Все по владению тоже. Точность ударов и пасы тоже. Но забил от Реал. Благодаря единственному своему угловому. Мы потерпели поражение в первом матче. Мы обязательно прорвемся, скажем. Дембеле. Вся ответственная мне мы скажем. Почему здесь Дембеле вообще его выпускать? Забил. Просто не повезло. Просто не повезло. Они не играли лучше, чем мы. Ну что же. А у нас матч против Хитафи. Играем дома. У нас лидерство над Атлетико все так же. В одну очко еще идет. Ну и сейчас у нас идет второй состав против Хитафи. Сейчас у нас два матча подряд будет играть второй состав. Потому что первому надо отдыхать и готовиться к матчу против Реала. Это будет просто фатальная ошибка, если мы вылетим снова из Кубка. Потому что за Ювентус мы тоже вылетели. Только от Торино тоже было обидно. Поехали. Ну что же. Наш Кампноу готов принимать очередную матч чемпионата Испании. Играем второй состав. Поехали. И забивает все таки. Докатываем до конца. Федор Чалов 1-0 против Хитафи. 61-я минута. Хорошо сейчас играл Каутине. Отдал номер Миранчука. Миранчук уже на Чалова. Все. 1-0. Я уже думал не получится нам забить. Здесь очень хорошо. Раз. Палс. Два. И вот так вот в касании еще Чалов левой ногой забивает восьмой мяч уже в чемпионате. Замечательно сейчас получается все. Ух, как же сейчас еще и Артур может забить, а? И забивает. 2-0. 7-7 минута. Еще и Артур забивает 2-0. Уверенно обыгрываем Хитафи. Во втором тайме прям разыгралась эта команда. Ну и все замечательно. Болельщики ликуют, но что тут еще делать, если действительно так Миранчук отдает хорошо. Еще на ложном. Нет, я думал, я ложный, думаю, я сделал. Он просто так мяч отодвинул от игрока. И под замечательную свою правую. Это его первый гол, кстати. А уже идет вторая половина сезона. Но лучше поздно, чем никогда. Вот Портильо. Здесь Мата. Ну, забивает, естественно. В общем, шестая минута. 2-1. Хитафи отыгрывает 1 гол. Ну и Мата. Джейми Мата забивает 3-й гол. Минимальная победа над Хитафи. 2-1. Забивали сегодня Федор Чалов и Артур. Ну, а лучшим игроком становится как раз-таки Артур. И так жаль, что Дембеле на 3 недели. У нас есть варианты. Будет нелегко, мы скажем, да. Барселон не проигрывает уже в скольких матчах. 24 матча. Вы довольны выступлением Барселоны? Так, Месси говорит, что в хорошей форме хочется играть. То есть, сейчас он впереди более важный матч, я скажу. Потому что ему действительно надо готовиться к Реалу. Итак, против Эйбара у меня выходит такой же второй состав. Но вот, к сожалению, без Дембеля у него прям полностью здоровье и стамина упало. Так что будем играть с Пересом на правом фланге. Надеюсь, ничего нам от этого плохого не выйдет. Ну и также выходим в Дома снова играем. И где-то наш Бомбардир Жезус на 7-й строчке. У него 13 забитых мячей. Играем дома, в домашней форме. Ну а Эйбару гостевой. Расстановку узнаете, еще и дождь на стадионе. Поехали. Итак, Барселона принимает очередной матч на своем стадионе. Играем мы сегодня против Эйбара. Дембеля, к сожалению, получает травму, вылетая на 3 недели. Но уже 2 недели. Потому что между матчем с Хитафи до Эйбара прошла как раз неделя. И замечательно. Серджи Роберто на Миранчука дает передачу. И как же сейчас грамотно, филигранно отыграл Алексей Миранчук. 7-я минута. Барса выходит вперед. Вы посмотрите на его замечательную левую. И это все. 1-0. Барса выходит вперед против Эйбара. Просто так же убрал, как Артур в прошлом матче. И заложил свою пушку. Галкиппер даже не потащил. Димитрович вроде его фамилия. Но это сейчас не так важно. А Миранчук забивает дубль. Кто думал, что там было нарушение, тот не прав. Миранчук протаскивает мяч. Забивает 2 мяча в сегодняшнем матче. И все супер. Классно сейчас сыграли игроки Барсы. Здесь хорошая прошла. Ну и правой ногой еще и забивает Миранчук. Дубль в сегодняшнем матче. Шестой гол в чемпионате Испании. Скорости немного не хватило. Отлично. Сауль на Чалова. И это 3-0. Или все-таки... Нет, я думал, а в садьбу. Такая задержка прямо на табло была. Но 3-0. Барселона обыгрывает Эйбар у себя дома. Ну и здесь замечательный перехват от Сауля. Следующий в одном касании он практически перехватил. Вот. Не, ладно, 2. В 3 касания был сделан этот гол. Очень быстрая контратака. Здесь Чалов такую же классную позицию выбрал. Ну и забил гол. 9-й гол Федора Чалова в чемпионате. Чалов. Ну и Миранчук забивает хэт-трик. Три мяча Алексея Миранчука за 36 минут матча. Поздравляем с очередным хэт-триком. Кто говорил, что зря мы подписывали на Миранчука? Вот. Он доказывает, что никак не зря. Русские будут продвигать нашу всегда карьеру. Что за Ювентус у меня Миранчук играл. Что за Ювентус у меня и Джики играл. Все замечательно справлялись. Также не забываем про ребят из СНГ, которые у меня тоже за Ювентус играли. Это Зинченко и Коноплянка. Они тоже невероятно играли. Артур. Снова Миранчук. Ну, четыре мяча за матч сбивает Алиси Миранчук. Это его покер 73 минута. 5-0 бар с играми Тейбар. Ну и замечательно. Прямо как будто кубок Испании. Потому что именно в этих турнирах у нас очень хорошо играют русские. Как Чалов, так и Миранчук. Но вот Миранчук показывает, что он ничуть не хуже. Кого у нас в клубе? Прямо такой вот Дейон, Ксауль, Видаль был. Прямо вот именно таких атакующих пока что у нас нету. И все. Самая разогромная победа. Я не помню, какой максимальный был счет. Но сейчас у нас 5-0. Четыре мяча забил Миранчук. Становится MVP матча. Да. Шесть ударов у нас в Твор и пять голов забили. Похоже, Дембели сегодня не особо и требовался. Мы можем играть еще лучше, так скажем. Не проигрываем. Уже 25 матчей. А Миранчук забил четыре. Друг большого таланта, назовем его так. Ну, а у нас два сообщения приходят. Одно игрок травмированный Чалов на пять дней уши. Включай-то ладно. Да и он говорит, вместо ставящего еще за тобой. Он в первом составе, поэтому вот он и жалуется немного. Так, теперь еще и Чалова нам нельзя тренировать. А у нас кроме Чалова-то и нету больше никого. Я прям не знаю. Ну и ладно. Нихень-то и хотелось. Нам качать-то больше некого. Вообще без понятия кого. Давайте с Жезуса. Хотя он сам невероятно прокачается, мне кажется. Ловкость 86 и отбор 81. У Фирпа и Миранчука. Замечательно. Ну что же, у нас матч против Наполи на выезде. Потом у нас игра против Мадридского Реала в чемпионате. И потом уже в ответный в Кубке Испании. Спасибо большое вам, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. С вами был Андрей. Канал Футбол. До свидания. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok